Здравствуйте! В эфире программа «Панорама». События на Украине стали точкой отсчета новой геополитической эпохи. И теперь важно понять, по каким принципам будет существовать новый мировой порядок и какое место в нем может и должна занять Россия. Сегодня у нас в гостях известный политолог, философ, публицист Сергей Черняховский. Здравствуйте! Добрый день! Черняховский Сергей Феликсович. Политолог, публицист, доктор политических наук, профессор историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, действительный член Академии политической науки, член Общественного совета Министерства культуры Российской Федерации, автор более 500 научных и аналитических работ. После распада Советского Союза мы использовали термин «постсоветский период». Можно ли после того, что произошло и происходит на Украине, использовать новый термин «постукраинский период»? Я думаю, что, может быть, надо использовать слово «новый досоветский период». В каком смысле? Вот все эти кризисы – Сирия, Ливия, Украина – очень напоминают кризисы и схватки начала 20 века. Мы, ну, я не считаю, что это был распад Советского Союза, это был там раздел, демонтаж и так далее, потому что оно не само распалось, вот был раздел Польши когда-то, так вот тут разделили. Но изменение форматов мира вернуло общую композицию, которая была перед Первой мировой войной. Нет двух мировых систем, но есть серия крупных государств, соперничающих друг с другом, причем, что добавилось. Последняя конференция по мироустройству была формальная Тегерана-Ялтинска-Потсдамске. Весь этот цикл, потом хотели его закрепить в Фельсинке. Но мир нынешний был подстроен под соотношение силы той эпохи, под 45-й год. Мир постсоветский, он не имел тех форматов. И вставал вопрос о том, что рано или поздно оформление должно быть пересмотрено. В силу ряда причин тогда его не пересмотрели. Сейчас вызревают новые центры силы. Опять есть страны, которые ускоренно развиваются, приходя, начиная соперничать с теми, кто считал себя победителем в холодной войне. И дальше встает вопрос общей неустойчивости. Либо надо на основании каких-то параметров закрепить новое мироустройство. Но сегодня нет ни баланса сил, который позволил бы сделать это консенсусно, ни явного доминирования одной страны, которая позволила бы его продиктовать. То есть этого не происходит. А передел меры начинается, и он будет начинаться. Общий формат, конечно, какой при этом. Война крупная, новая, не начинается по одной простой причине. Ядерный потенциал Советского Союза, сохранившийся в России, означает, что могут быть уничтожены все в результате. Это последнее, что держит мир на краю нового большого военного передела, подобного Первой мировой войне. На Северную Корею никто не нападает, а на Каддахи напали. В чем разница? Одни, может быть, сделали атомную бомбу, а другой точно не сделали. Отсюда каждый более или менее самодостаточный режим придет к выводу, что единственное, что гарантирует мою суверенность, это атомное оружие. Сделать это сегодня не так сложно. А когда это начнет расползаться, а мы, в общем-то, до конца не знаем и сегодня, кто его имеет, это значит, что начнут просто две соседние деспотии, какие-то восточные, использовать это друг против друга, а дальше все пойдет как цепная реакция. Как выйти из этой ситуации? Из этой ситуации... Или это уже неизбежность? Нет, можно, если за оставшееся время до создания системы, которая может блокировать советский потенциал, Россия создаст тот потенциал, который не сможет блокировать вот эту систему. То есть соревнования снаряда и брони опять. То есть либо за 10 лет Россия создает, воссоздает потенциал, сопоставимый с советским, либо так или иначе мир скатывается к ядерной войне. В любом случае к большой мировой войне новой. Но есть другие моменты, если говорить об Украине. Что стало ясно? Вот вы знаете, 300 лет назад, Петр, когда взял Азов, не было у России сила вести большую войну с Турцией. Но и у Турции хватило разума, не втягивается война с Россией, потому что были европейские проблемы. Договорились, Азов оставили России, а Петр перекинул свои действия на Балтику. При этом, чего он, собственно, хотел? Он не хотел там завоевывать Швецию. Он хотел простой вещи, вернуть исконные ливонские вотчины. Швеция, в отличие от Турции, приняла решение как бы вести длительную затяжную войну. Судьба этой войны решилась на Украине. Опять-таки. И Швеция перестала быть великой державой навсегда. И утратила свое значение. А она претендовала на что, в общем-то? На то, что претендует сейчас ЕС, это охватить всю Европу. Она была одним из основных претендентов. Поэтому реально, к сожалению, вот эта ситуация, которую мы видели на примере и Крыма, и Украины, она ставит на будущее следующий выбор. Может быть, либо НАТО и ЕС, либо восстановленная Россия. Вот такого положения, которое было, был Советский Союз и НАТО, очевидно, оно уже невозможно. Потому что для того, чтобы восстановиться Россия, просто до своих естественных исторических границ, она должна добиться следующих вещей, как минимум. Это распуск НАТО, это, очевидно, прекращение существования ЕС, и это вывод всех американских войск из Европы. Это вот некий минимум. Ну, реально ли это? Ну, вы знаете, в 1985 году любой диссидент, которому вы бы сказали, что через 6 лет запретят КПСС, решил бы, что либо самосыщий, либо один КПСС. Если распадется Советский Союз. Да. Тем более, но ни в одно, ни в другое никто бы не поверил. Какие основные выводы мы должны сделать из ситуации с Украиной? Ну, во-первых, что отработана новая технология государственных переворотов, отличающаяся от оранжевых технологий. То есть, основой оранжевой технологии была делегитимизация власти путем вот такого мирного неподчинения, мирного давления. Стало ясно по Белоруссии, по России 2011-2012 года, что отработанных контрдействия это можно переигрывать даже без насилия. И тогда был отработан новый вариант. То есть, есть массовка, изображающая мирных активистов, а есть боевые отряды, которые выступают как самообороны мирных активистов. И когда они применяют силовые действия, все говорят, да нет, ну это же мирные активисты, но ни в коем случае не применяйте силу. То есть, в этом отношении надо отделаться от комплексов разговоров о мирных протестующих, потому что это не мирные протестующие, это технология такая, это захват власти. И еще один момент. Надо четко понимать, что в мире не действует какое-то справедливое международное право. Есть борющиеся центры силы. И считаться, где у политические конкуренты будут не с правовыми нормами, они всегда подверстают их под себя, а только с реальной силой. А мне кажется, что мы настолько, мир настолько заигрался в двойные стандарты, что мы, это городит очень серьезную ситуацию, прежде всего тем, что даже по Украине видно, насколько вот это использование двойных стандартов при анализе, при интерпретации событий, люди перестают понимать друг друга. Ведь это самое страшное. Ну, то, что люди перестают понимать друг друга, это вообще явление постмодерна. То есть, когда, по сути дела, появляется возможность говорить о множественности истин и множественности трактований любого языка. Этому противодействовать можно только некими накаленными смыслами, рождающими или укрепляющими свой язык, когда людям понятно, о чем они говорят. Потому что, и еще здесь один момент, все-таки это не двойные стандарты, стандарты один – интерес. То, что мне отвечает моему интересу, то трактуется таким образом. Не отвечает таким, но главное – интерес. И вот когда мы переходим от деклараций к интересам, все становится на свои места. Есть такое мнение, что при всем таком патриотическом сейчас порыве, то, что Крым присоединил к России, историческая справедливость и так далее, многие считают, что мы вроде бы, да, выиграли Крым, но мы проиграли в глобальном смысле всю Украину. Что важнее? Ну, во-первых, если бы мы не защитили Крым, мы проиграли бы много больше. И, ну, не говоря уже о том, что в Крыму было бы сейчас то, что подславянском, ну, просто мы бы выглядели значительно хуже, и нам бы никто уже не доверял. Мы слишком много союзников 20 лет назад отдали. Ну, в какой-то, на каком-то этапе, выбирая, что нам важнее – Украина или экономические связи с Западом, немножко так впали в излишнюю задумчивость. И мы, конечно, не отказались до конца от Украины от поддержки сил сопротивления, но слишком большое значение придали нашим связям с Западом. Выбирая, вот есть люди, которые считают, что выбирая Украина или экономические связи, нужно было махнуть рукой на Украину и сохранить экономические связи. Я абсолютно уверен, что надо было махнуть рукой на экономические связи и брать Украину по разным причинам – и моральным, и историческим, и так далее. Но если говорить о политических причинах, мы связи все равно потом восстановились, а Украина была бы уже наша, потому что в связях и так, и так заинтересованы. То есть мы проиграли. Получается, все-таки проиграли Украину. Ну, понимаете, мы не проиграли Украину, мы вышли из этого с позитивным балансом, потому что, смотрите, вот если брать в целом за последний год наши выигрыши и наши проигрыши. Значит, выигрыш Сирия в прошлом году, на тот момент Украина, когда затормозили принятие ее в ЕС в полном виде, и уже хорошо, потому что уже полностью она туда не войдет. Олимпиада. Три выигрыша. Вслед за этим мы, значит, вроде бы теряем Украину, но отыгрываем Крым, Китай и проводим форум в Ленинграде, тем самым прорывая, в общем-то, попытку блокады экономической. То есть в целом счет там примерно, ну так, по совокупности баллов 3-1 у нас в пользу. Просто хотелось бы, чтобы было 4-0. Вот идея. Ну а там, как дальше пойдет, посмотрим. Потому что напряжение, естественно, нарастает, противостояние будет нарастать. Насколько дальше к нему будет готова западная коалиция, большой вопрос. Но то, что она не готова согласиться пока в спокойной форме на воссоединение всей российской территории. Вот давайте все-таки какие-то вещи, мы уйдем от таких шаблонов. Раздел Украины и России менее обоснован, чем раздел на ФРГ и ГДР. На ФРГ и ГДР. Потому что там были хоть разные социально-экономические системы, а здесь этого нет. То есть вопрос в том, это то, воссоединиться с чем мы имеем право. На это право не признается. Когда-то оно там не признавалось за Германию. Хотя лучше бы она воссоединилась в обратную сторону. Но это процесс противостояния. И безусловно, это процесс противостояния смыслов. Здесь, конечно, есть проблема. То есть какие-то смыслы, которые были бы притягательные и для страны ее несущие, мобилизующие ее, и для всего остального мира. Эта проблема есть в осознании. Проект пока как таковой не представлен. Вы знаете, вот интересную оценку дал нашей политике внешней на Украине Алексей Пушков, представитель Комитета Госдумы по международным отношениям, который сказал, что вот, к сожалению, Россия вложила в Украину 200 миллиардов долларов, а США всего 5 миллиардов долларов, а результат явно в пользу США. И я к чему? Вот почему наше руководство вообще очень много лет не работало с элитами украинскими? Почему не было какой-то продуманной, внятной работы с общественными организациями, с общественным мнением Украины? Вот на примере нашей телекомпании, российско-белорусской, вот здесь совершенно противоположная ситуация. При всех сложностях интеграции с Белоруссией было создано общее поле, культурное, информационное. Очень много работали с белорусской элитой. То есть вся белорусская элита была так или иначе завязана на Россию. Может быть, вот в этом проблема? Ну, дело в том, что раздел Союза произошел в результате вообще ошибочной стратегии части союзно-российского руководства, когда пришли к выводу о том, что ну а зачем вот нам содержать такое количество национальных республик. Давайте сейчас на городе разойдемся, укрепим Россию, они никуда не денутся, придут к нам. Они нашли, куда деваться еще. Потом в 90-е годы этой мысли вообще не было о том, что что-то как-то восстанавливать, потому что часть принимавших решения были в эйфории от того, что они хоть здесь главные. Часть принимавших решения действительно верила в то, что наступил новый мир бесконфликтный, все интегрируемые в свою мировую цивилизацию. Это часть, ну, просто мысла в параметрах мотивации, такой краткосрочной. Здесь все закончено, быстрее наворовать и улететь. Когда этим как-то начали заниматься, опять-таки начали заниматься излишне прагматично, в кавычках, исходя из большой значимости рыночных факторов и предполагая, что мы даем столько денег, они не то, что будут благодарны, но они же понимают, что тогда они все это потеряют, так что они никуда не денутся. Слишком примитивные связи понимались. Ну, действительно, не было стратегии, Россия проиграла борьбу по Грузии, проиграла борьбу за волю Украины, скажем так, на многих других республиках. Вот. Для этого нужны немножко более экспансионистские устремления, цели и смыслы. И должно быть более здравое понимание. То есть у нас были руководители такие, государства, и не один в последние четверть века, которые за право пожать руку американскому президенту, ну, вот, с, знаете, такой комплекс кухаркиных детей. Это же из одной серии, что попытка возрождения, там, преклонения перед царской символикой и преклонения перед американским президентом. Я, да кем я был, а здесь вот, вот царская мантия, а вот президент мне руку пожал. Понимаете, что там советских лидеров 20-30-х годов как-то особо сильно поразить, что тут президент пожал руку. Была забавная история во время Тегеранской конференции, когда на прием к Шаху пришел Сталин, Шах вскочил с трона, бросился на колени, стал целовать ему руки. Ну, вот, там все было обратно. Обама руку, пожалуй, там, Клинтон друг бил, ну, какая разница. Ты кесарь полумира. Я критически отношусь к позднему монархическому правлению и разделяю традиционные оценки Александра Третьего, но две великие вещи, я считаю, он сделал, которые может остаться в истории. Во-первых, создал винхозяйство Массандра, а во-вторых, знаменитая фраза. Великие державы могут подождать, пока русский царь будет. Вот это должно быть четко. Ну, вот, кстати, вам не показалось, что западные страны, когда они вот в таком, в тотальной такой антироссийской политике, они невольно повысили статус президента России. Потому что весь мир смотрит, как огромная масса стран, как они называются, достаточно великие державы мира, которым предсостоит одна Россия. И это было очень любопытно. Вы абсолютно правы. Вот смотрите, 10 лет назад была там встреча в Нормандии, по-моему, Путин тоже приезжал. Ну, вопросы, приедет Путин, не приедет, с кем он поздоровается. Ну, он не был в фокусе. Ну, да, приедет, понятно, там, и много кто приедет. Ну, младший брат. Да даже, ну, один из, ну, равный. Сейчас приедет ли Путин, а с кем он встретится, а пожали они руку или нет. То есть, действительно, формируется образ, почему, по данным опросов, там идет тяготение к этому образу, образ человека, который противостоит. Очень много упреков именно к дипломатическому корпусу России при всех там заслугах министра иностранных дел, его уникальной способности лавировать между всеми странами, дружественными и недружественными. Но есть серьезный упрек к дипломатическим ведомствам, что мы не имеем во многих, в большинстве стран своего лояльного сегмента общественности. То есть, посмотрите, сколько в России существует средств массовой информации, общественных организаций, которые так или иначе используют даже терминологию западных стран при оценке ситуации на Украине. Ну, используя, например, если официальная российская позиция это ополченцы, то западная риторика это сепаратисты и террористы. И именно такую же терминологию используют некоторые наши СМИ, российские СМИ здесь. Можно ли себе представить, чтобы в Вашингтоне или в Нью-Йорке была бы какая-нибудь радиостанция, которая бы вот так же, с таким же успехом, с такой же свободой проводила политику России? Ну, хотелось бы, чтобы это было. Хотя, а можно ли было бы себе представить, чтобы, там, не знаю, в 41-42 году была в Советском Союзе радиостанция, которая говорила бы о том, как доблестные солдаты вермахта подавили, значит, большевистских террористов на Украине. И вряд ли можно было бы упрекать Сталина за то, что в этой ситуации, или, там, Берию, что они бы с такой радиостанцией сделали. Это больше вопросов к нам, почему мы позволяем таким радиостанциям существовать. Все-таки, что должна делать Россия для продвижения своих интересов? Какими инструментами мы должны пользоваться? Ну, для начала, она должна понять, что она хочет продвигать. Потому что объединить людей вокруг идеи, что давайте покупать наш газ, но этого недостаточно. А вот объединить людей вокруг неких смыслов, давайте строить новый мир, давайте защищать некую общую для нас с вами ценность, можно. Для этого России надо разобраться, что она хочет, какие у нее ценности, смыслы, куда она хочет идти. Потому что только защищать свои традиционные ценности, ну, во-первых, встает вопрос, в каком случае действует традиция, а во-вторых, нет, надо их защищать. И правильно, что к этому обратились. Но этого не всегда достаточно. Традиция все-таки это сохранение опоры. Но нужно-то движение вперед. Куда мы пойдем вместе дальше? Вот какую-то страну, если чем-то увлекать, проще тогда увлекать, давайте вместе разобьем Америку хотя бы. Но что-то вот должно быть содержательно. Среди прочего, конечно, надо увязать форматы движения, населить ни к чему Советский Союз. И если, по счастью, перестали считать, что и Советский период это вычеркнутый, но сейчас там никак пытаются вычеркнуть, там, 17-го, Ленина убрать, Сталина оставить. Без Ленина Сталин не получается и прочее. То есть должна, хотя это на самом деле просто можно было и целостно сделать, ведь в конце концов в позднесоветский период, послевоенный период целостность, преемственность царской России восстановили. Ну, чутко было. Вот Рюриковичи, ни одного практически плохого слова. Годунова, ну так. Романова, Петр Великий, Екатерина Великая. А вот проблемы начинались ближе, когда началось, то есть цари были хорошие, пока не было революционеров. Как они стали мешать революционерам, они стали плохими. И создали такую достаточно целостную цепочку, принимавшую всю из прошлого и почти всю из прошлого и выстраившую вперед. Вы знаете, когда историки госучреждений начали смотреть личные карточки сотрудников наркоматов после революции, они увидели, что это большей частью на уровне специалистов, вот не политические фигуры, специалистов, это сотрудники аналогичных министерств старых царств. То есть все, кто мог профессионально работать, не было того, что всех разогнали и посадили одних анархистов-матросов, ничего подобного. Вот. Все, кто мог работать, были сохранены целенаправленно. Точно так же во всех смыслах прошлой истории это надо сохранить и подумать. Когда опять-таки мы шли в будущее, когда мы создавали что-то, что увлекало весь мир. Дело же не в словах. Хрущев как-то сказал, дело не в слове в коммунизм, дело в том, чтобы люди хорошо жили. Вот те-то форматы, которые прописывались, ну, в конечном счете, создание условий для того, чтобы для всестороннего свободного развития каждого человека. Свобода каждого есть залог, свобода всех, что было на самом деле в коммунизме. Переход государственных функций к общественным и научным организациям, повышение роли общественного самоуправления, там, развитие человека, сокращение рабочего времени. Это на самом деле, а что? Мы должны от этого отказываться или нет? То есть, условно говоря, если мы совсем не знаем, что строить, может, там коммунизм построить? Россия опять должна сказать, для того, чтобы собирать сторонников во всем мире, для того, чтобы там руководители разведуправления США начинали работать на ГРУ, надо, чтобы они говорили, ну, вы знаете, действительно, в мемуарах Шелленберга есть интересное место, это когда они с руководством службы безопасности Германии приехали в Винницу в 42-м году, и там был у них расслабляющий вечер с обильным использованием спиртного, они там стали подкалывать Мюллера. Мюллер говорит, глядя такими уже подвыпавшими глазами, да все, говорит, разложились. На Западе все разложились, и наши все разложились. И один нормальный человек, Сталин. Ему говорят, ну, папаша Мюллер готов сказать, хайль Сталин, когда придут русские, а тот на них посмотрел, и говорит, вот тут-то я вас буржуазных сынков и перевешиваю. Вот, то есть, ну, Шелленберг мог сводить, выдумать, сводить счеты с Мюллером, не знаю. Но сам по себе образ, и вот то, что происходит сейчас с Путиным, но это вокруг личности пока, это не носитель нового мира, это носитель воли, носитель чего-то, вот то, что писали, носитель определенного обаяния, это хорошо. Но должен стоять целый мир, должно стоять будущее. Они должны видеть, что Россия знает, куда идти, в условиях, когда остальные не знают. А тогда, когда из этого же состава будет дипломатический корпус, который будет знать, что он сидит здесь не в качестве синекуры и не для того, чтобы контролировать потоки, а он сидит здесь в конечном счете для того, чтобы защищать интересы страны и интеллектуально завоевывать эту страну на свою сторону, тогда будет широкое движение поддержки. Кто там организовывал всякие движения «Руки прочь» от Советской России? Те же самые коминтерновцы, социалисты, близкие идеологические группы. Кто сейчас должен был бы кричать «Руки прочь» от Донбасса? Близкие России смысловые образования и цели, а их как таковых особо нет. Еще раз говорю, что нужно привлекать людей образом будущего. Я надеюсь, что это будущее мы сформулируем в ближайшие годы. Поэтому образы идеального мира, они так или иначе наработаны. Важно их актуализировать. Важна новая утопия. Утопия всегда нужна тогда, когда старый мир исчерпывает себя, а научный инструментарий для рационалистического конструирования будущего еще не создан. Он потом появляется. Спасибо вам большое за это интервью. Про рынок будем? В следующий раз. Продолжение следует...